Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Мнение» на канале Сити. Я хочу представить нашего гостя, интересного человека, журналиста, альпиниста-любителя Иркина Туралиева. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам большое! Спасибо вам, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Я хочу вас сразу же спросить, как вы, известный, опытный журналист, стали альпинистом-любителем? Как связала вас жизнь с этим интересным и в то же время опасным видом спорта? Ну, вы понимаете, в юности, когда еще в советское время, существовали клубы туристов. Именно мальчишки бегали в клубы туристов, с большим вниманием относились к альпинистам, старшим ребятам. И вот после этого эта любовь осталась у меня на всю жизнь. Но то, что с альпинизмом связано, мы в советское время очень серьезное было отношение к этому виду спорта. Это были легенды альпинизма. И мы, молодые люди, с восторгом смотрели на них. Как вот они, альпинисты, уходят. Альпинисты – это особый народ, особый склад, особое видение на нашу жизнь. И вот где-то на высоте не менее 7 тысяч метров они живут своей жизнью. У них свое понятие о жизни, о планете, о земле. Иные ценности. Иные, совершенно иные ценности, далекие от наших земных обычных. И тут понимают, в чем дело. У них понятие дружба – это международное. Он японец, американец, австралиец – они все едины. И у них одна цель. Альпинисту, чтобы покорить ту вершину, к которой он стремится, он готовится 5-6 лет. Альпинизм – дорогой спорт, битспорта. Он копит деньги, делает снаряжение, изучает карты маршрутов, тех экспедиций, которые проходили по этому маршруту. И только после этого он идет на восхождение. Восхождение для него – это как свидание всевышним. Он идет на вершину, покоряет и говорит, Бог, я сделал это. Вот это и есть альпинизм, настоящий. Иркин Ваге, вы очень хорошо знаете альпинистов, дружите с ними, общаетесь постоянно. И наверняка перед каждым восхождением альпинисты думают о том, что это может быть их последнее восхождение на тот или иной пик. У каждого альпиниста или идет на 3 тысячи метров, или на 8 тысячи метров, всегда есть два выхода. И он знает об этом. Или он покорит эту вершину и поблагодарит Бога. Или, не доходя до этой вершины, он уйдет к Богу. Вот это у каждого альпиниста есть. Он знает. Может быть, это его последнее восхождение. Он знает, но он все равно идет. Понимаете, в чем дело? Здесь... Несмотря на то, что может и умереть. Это психология альпинизма. Это такой вид спорта, который только сравнить можно с... Ну, как я сказать? Человек верит в Бога, идет к Богу. Скажите, вот вы сказали, что в детстве вашими кумирами были альпинисты. Тогда многие их знали в лицо, их показывали по телевизору, писали в газетах, журналах, да? Тогда, вот в наше советское время, альпинизму уделяли очень большое внимание. Понимаете, это был государственный вид спорта. И мы каждого, например, снежного барса, мальчишки, знали... Это звание снежный барс? Это признание народом снежного барса. Те, которые покрыли все семитысячники, он уже становится снежным барсом. Вот. И для него остается последняя вершина. Восьмитысячники. И он уже идет туда, все прочее. Об этом писали газеты, фильмы мы смотрели, документальные. И мы боготворили их. И имена, например, Абалаков, других, всех прочих братьев. Это для нас было, как бы сказать, кумирами. Кумирами нашей юности. Вы долгое время работали в телевизионной журналистике, в газетной журналистике. Ну, не одно десятилетие, скажем так. Песятли, больше пяти десятилетий. Больше пяти десятилетий. Я в журналистике провел, да. И вдруг вы кардинально меняете образ жизни, оставляете квартиру в столице и переезжаете в Панфиловский район, в дальнее горное село. Горное село, да. Как это объяснить? А вы понимаете, вот здесь в городе, когда последние годы, лет 15 назад, я посмотрел, информация идет не та. Все не то. И я устал от этой, знаете, постсоветской информации, советской информации. Я уехал туда. И вот там я стал осмыслять жизнь по-новому. Понимаете, в чем дело? Вот там осмысляешь. Ты здесь, на земле один. Наверху Бог. То есть вы стали затворником таким образом? Ну, так сказать, мне не было здесь возможности работать. Я был запрещен. Мне не брали на телевидение, на радио, никуда не брали. Я под запретом был. Вот. По какой причине? Ну, по причине... Вроде бы работали в советское время, как бы, была цензура. Ну, как говорится, когда берешь тему, то это очень серьезная тема. Я в советское время, например, для трудящихся очень трудно было приобрести помидоры, там все это, картошку, капусту, все прочее. Я поднял тему, сделал овощной конвейер. И вот когда на полях гибли сотни, тысячи тонн овощей, вообще, я обратился в министерство, обратился в ЦСКА, говорю, ну, дайте горожанам. За минимальную цену они сами соберут вам все. Ну, тогда было такое понятие, нельзя, лучше пусть пропадет. И тысячи тонн всего пропадало. Я тогда вот сделал так, приехал к министру, пригнал большой трактор с помидорами, говорю, «Покупай у меня». Он говорит, «Как покупаю?» Я говорю, «А что, не пропадают? Давайте людям отдадим». И после этого моментально мне вызывали ЦК, в компартии, сказали, «Так нельзя делать». А как, говорю, надо делать? У людей не хватает, ну, возможности купить по базарным ценам те же овощи, картошку, это все прочее. А сотни, тысяч тонн пропадают. Это один из ваших таких острых материалов был на телевидении. Овощной конвейер. И таких, наверное, репортажей было немало, скорее всего. Ну, хотя бы взять то, что, почему я ушел. К нам приехал полномочный посол Франции, по Средней Азии. И я вам попросил, я работал там в Алатову, информационной... В редакции Алатова. В редакции Алатова, информационной программы Алатова. И я там попросил переводиться, до сих пор я помню, Марину Московскую, уделить нашей редакции хотя бы одну минуту. И она помогла мне. И вот я беру интервью у посла, а он из провинции Прованс. И вот он рассказывает мне, что Прованс очень близок к Киргизии. Те же культуры, те же все это, те же земля. Я беру, вдруг мне команда прекращать. Мой председатель Госкомитета Карабкова. Ну, то есть вы нарушили весь протокол. Я протокол нарушил, но в то же время, как журналист. Весь график пребывания посла французского... Я же не могу у полномочного посла прерывать интервью. Я, как журналист, выполнял свою функцию. И после этого мне сказали, все, вы больше не будете работать. Вот я сказал, ладно, я буду продолжать так. После этого стал свободным журналистом. Поднимаю темы серьезные. Но вы нашли то, что искали? Я нашел, потому что, вы понимаете, я нашел, я собрал все материалы. И когда стал поднимать материалы, я увидел впервые, для себя открытие было, что, оказывается, в 1958 году была первая китайская, советская. А советская это все республики наши. Все 15 республик СССР. И со всех 15 республик СССР были мастера спорта, снежные барсы. Команда была, ЦК КПСС, помочь китайским товарищам подняться на Пеклинина. Тогда альтинизма не было в Китае. Это первые шаги были. И советские наши спортсмены, снежные барсы, помогли поднять на Пеклинина и подняли два флага. Флаг Китая и флаг Советского Союза. И с тех пор эта тема заболела. В мире это было знаковое событие. Это знаковое. Это два великих государства. С помощью альтинистов показали мир, что два государства живут в хороших отношениях. Это было ровно 70 лет назад. Вот это в этом году, в 71-й год пошел. И я поэтому активно стал, чтобы в информацию выдать это, чтобы поняли люди. Чтобы как можно больше людей знали об этом, да? О нашей истории. О нашей истории. И эту дружбу начали альпинисты. Это люди самых таких честных правил, как говорится, возраст. Иркин, я знаю, что вы еще занимаетесь перезахоронением альпинистов, которые в свое время погибли на пике Ленина, на других высотах. Нет, тут, понимаете, информация чуть-чуть не точная. Я перезахоронением заниматься не могу. Я способствую, моя цель, чтобы поймать о тех, которые, они наши братья, они наши друзья, они приехали к нам в дом. И я как простой киргиз, как понимаю, что у киргизов есть понятие, пришел человек в дом, твой друг, забудь о нём. А эти люди приехали к нам и остались во льдах и снегах наших гор. И моя задача была там, чтобы увековечить эту память. А начали с того, что в 2008 году, я говорил, ветеранов альпинистов наших, поднять три флага на пик Ленина. Это флаг Китая, флаг России и флаг Кыргызстана, как мы инициаторами являемся. И в этом подняли три флага. И одна из ваших инициатив – это посадка сада в память об альпинистах. Расскажите об этом подробнее. Расскажу. Вначале у меня главная цель – память альпинистов увековечить на перевале Туяшу. Там два баннера вот такие. Они уже стоят, прям закреплены. Уже там на Туяшу намертво. Да, ну давайте наши операторы покажут. А это те люди из двоих стран мира, которые остались у нас навечно. Я по документам нашел их. И моя задача, чтобы донести до их близких, родственников, как-то, чтобы они поняли, что они не заброшены, они лежат во льдах. Но память о них увековечена у нас на перевале Туяшу. Я смотрю, очень разнообразный состав. 20 стран. Есть и из Литвы, из России, Казахстана. Отовсюду. Американцы, Франция есть. И моя цель, я вот поэтому обращаюсь через вашу программу, чтобы как-то вы помогли, чтобы это дошло до близких этих альпинистов. А эта цель в том, что я пропагандирую, что именно в Кыргызстане мы, кыргызстанцы, впервые в мире увековечили память этих людей. Я думаю, для близких будет очень приятно. А во-вторых, я давно мечтал, чтобы по именам память о каждом альпинисте посадить именное дерево. Но здесь, видите, мне одному трудно. А я через вашу программу хотел бы найти тех, кто помог бы нам. Ну, совместно так помочь, чтобы посадить именные деревья, и каждое дерево росло. Вы понимаете, к этому относятся, к сожалению, я скажу правду, безразличны. Никому нету дела. Потому что это не приносит выгода никому. Это только затраты. Но вот благодаря тому, что вот молодые ребята из Бесквертского колледжа, чемпионы по тэквондо, по джудо, они согласились со мной. И эти два баннера мы устанавливали с помощью их. Чемпионы. Молодые ребята. Я заинтересовал. Они говорят, бойки, в любое время звоните нам. Мы приедем, поможем, потому что это память. Иркин, а скажите, здесь очень много фамилий. Сколько всего насчитывается людей, которые... Больше 150 семей. Остались. Это только официально которые. Больше? 150. Больше 150. А у вас есть намерение найти их родственников? Вы понимаете, мы ведем народную дипломатию. Народную дипломатию. Те же альпинисты с Китая, те же альпинисты с Прибалтики, с России, с Украины. А если мы, дай бог, посадим эти деревья, то я надеюсь, что и государство обратит на наше внимание. Вы понимаете, меня затронуло очень сильно, когда в 2008 году мы поднимали юбилейные три знамени России, Китая и Кыргызстана. И там под тыком Ленина я увидел вот это, останки альпинистов. Вы понимаете, это страшно. Вот это мне задело. Вот это. Это ледник растаял, сошел, и вот альпинисты. И вот эти останки чьих-то дочерей, чьих-то сыновей, чьих-то отцов. И вот это мне запало в душу. Я сказал, надо, если мы являемся действительно настоящими людьми, надо память об этих людей, людях, альпинистах сохранить. Это вот останки погибших альпинистов. Останки погибших альпинистов. Иркин, насколько я знаю, вы пригласили из христианской церкви представителя, который вот прочитал поминальную молитву. Я обратился к главе христианской нашей церкви, православной церкви, и объяснил эту ситуацию. Вот так-то, так-то. У нас в горах захоронены наши друзья, во льдах лежат. Я сделал вот эти два баннера, имена все оказаны. Я попросил, говорите, сделаем по христианскому обычаю обряд поминовения. И они дали добро, попросили отца Александра. Отец Александр, я привез его туда. И он от имени нашей церкви, православной Кыргызстана, провел обряд поминовения по всем христианам, католикам, всем-всем. И этим мы обратились к Богу, чтобы он обратил внимание, что здесь лежат в снегах, во льдах Кыргызстана наши гости, наши друзья. И вот это поминовение было службой. Я не случайно перевал, который я еще выбрал, потому что через этот перевал они уходили все на свое последнее восхождение и остались у нас. Вам уже порядка 70 лет, насколько? 73 года уже. Больше 70 лет. И вы по-прежнему, живя в горах, наверное, тоже время от времени, как любитель уже поднимаетесь, да? Ну, когда свободное время, я выхожу, у меня есть пес хороший, хан. Мы вдвоем уходим в горы, до тех мест, докуда я пока силы, возможности есть. И вот там я подпитываюсь природой, понимаете, горами подпитываюсь. И вот там приходят хорошие мысли, которые вот здесь бы, как говорится, на грешном равнине до меня не дошли бы. Я по-другому смотрю на мир уже, на жизнь смотрю по-другому. То есть у вас очень много и планов, и задумок, да, чтобы вот как-то пропагандировать альпинизм в Кыргызстане, увековечить имена этих альпинистов. Этих, это легенда наша, нашим мировым альпинизмом, чтобы поняли люди, чтобы про них не забыто. И вообще, чтобы о Кыргызстане, как о стране гор, знали как можно больше. О стране хорошего народа, чтобы весь мир узнал. Эркин, спасибо большое, что Вы дали интервью нашей программе. Очень надеюсь, что зрители наши услышат Вас и найдутся те, кто окажут Вам посильную помощь в том полезном и благородном деле, которое Вы делаете. И я надеюсь, что мы совместно с Вами претворим эту международную программу, народную дипломатию в действие. На этом, уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, и мы встретимся с Вами в последующих передачах. Всего Вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова